Долго ждал, пока настанут криминальные, когда вырву кусок мяса, и это криминал, именно перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитненьякс. Пошли. Эээ, нет-нет, не сейчас. Я устал и вообще. Я не совсем понимаю все это, но хорошо. Я скоро принялся в путь, а потом мы там встретимся, хорошо? Что? То есть мне самому монастырь не начапать? Снайпер. Вот так это делают олдфаги. Советы от охотников надо читать, что надо загонять к стенке врага. И все, и вот так вот доубить его. Не носу, может еще помолиться. Не хочу, пожалуйста. Не фигайся, я 300 же максимально жизнь, плюс два, три сотни ему дал. Надеюсь, это было не зря. Он сидит на лампочке, кайфует. Нормально все, дед. Ты не боишься быть тут один? Враг может воспользоваться этой ситуацией и лишить тебе жизни. Я верю в доброту и милосердие Иноса. Он один знает, какая судьба ждет меня, защитит, когда на то будет его воля. Разве он не подвергает тебе испытанию? Я знаю, к чему ты конишь избранный, но мое место здесь. Всевышний выбрал меня, чтобы заботиться о его часовне днем и ночью. Я не боюсь кровавого клинка врага и прохладного дыхания беляра на затылке. Инос со мной, я верный его слуга, все будет в порядке. Здесь часовня я благословляю странников, соображая их товарами для дальнейшей его пути. И они есть, что ты знаешь, что делаешь. Но если ты передумаешь, я с радостью провожу тебя в монастырь. Спасибо, но вот нет необходимости. Получи мое благословение на оставшуюся часть твоего пути. Хвала тебе, маг. Благослови меня. Благословляю тебя во имя Иноса. Пусть огонь Всевышнего горит в твоем сердце и дает тебе силы жить согласно его заветам. Пусть он всегда освещает твоего пути. Да-да, спасибо. Ага, какие-то вон бомжи уже стоят. Этих бомжей я знаю. Одного бомжа. Гайна. Привет, красавица. Кого я вижу? Мой подлец с собственной персоной. Эх, да, но постой, ты не можешь вечно стоять перед воротами, когда в любой момент могут опасть на монастырь. Вот до чего все дошло. Девушка стала храбрее мужчин. Нет времени на шуточке. Я был в городе и знаю, какая там ситуация. Да ты преувеличиваешь. Я никуда не пойду. Торговля прежде всего. Покажи мне свои товары. Смотри, выбирай мне товар только высшего качества. Базар Зио. Разве ты не должен быть сейчас в городе? После прихода к власти темного ордена город стал опасным местом. И ты решил укрыться в уютных стенах монастыря. Это не совсем так. Я не хотел оставлять этих людей без духовной поддержки. Но я получил сообщение из монастыря, что мне лучше вернуться сюда для моего же блага. И какова же твоя обязанность сейчас? Я слежу за тем, чтобы никто не пробрался внутрь. Монастырь – последний плац справедливости и господство закона на острове. А ты не мог бы меня просто пропустить? Я привезу сюда по важному делу. Мастер Пирокар уже сообщил мне, что я бы пропустил тебя в качестве исключения. Я обязан передать тебе ключ от ворот, когда ты об этом попросишь. Тебе не жалко всех тех людей, что остались в городе? Каждый день я плакиваю их страдания, но я ничего не могу сделать. Силы противника многочисленны, а магу огня не подобает вступать открыто в конфликты. Как только это будет возможно, я вернусь в город, чтобы успокоить сердца горожан. Я сделал все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Передай мне ключ от ворот монастыря. Вот ключ пусть он откроет перед тобой не только эти врата, но и твое сердце и разум. Сейчас открою, бах, какой-нибудь этот звездопад начнется. Я вам помогу, мужики. Как видишь, я вернулся. А я все еще занимаюсь снабжением монастыря виноградом. Быть магом огня не так уж интересно. Я завидую Мильтону за все приключения, которые вы пережили. Мы стали друзьями, я очень по нему скучаю. Многое поведом мне обо всем. Мильтон тоже мой друг. Кто знает, если бы не он, делал бы я то, что делал. Что-то пошло не так, да? Иначе ты бы не вернулся один. Надвигается буря, с которой мне предстоит столкнуться без него. Я не могу снова подвергать его опасности, просто не имея на это права. Понимаю. А я хотел бы получить более амбициозное задание, ведь надвигается буря. Не переживаю, скоро все изменится. Я на это надеюсь, да пребудет с тобой Иннос. Кстати, знаешь, я пробовал писать книги. Возьми первую из них на память. Я принял скромное участие в этих событиях. Чистая кровь полученная. Чистая кровь. Чистая кровь потомок из союза изгнанного и простого человека. Кровь, текущая по его венам, обладает огромной логической силой. Но они не сразу отправились в странство по другим мирам. И они искали знания, чтобы выполнить содержимое пустого сосуда. Они ходили по городам и разговаривали с правительными людьми. Но не оказались глупцами и не дали им мудрости и знаний. И тогда дети валькира решили сами найти знания о мире. И воздвигли они город необыкновенной красоты и назвали его Силион. Они пригласили в этот город всех людей, ищущих знания, чтобы вместе искать скрытое и неизвестное. Но людских правителей охватило зависть. И они собрали нестекаемую армию, чтобы собрать себе сокровища и знания Силиона. Но дети валькира были к этому готовы. И была битва, и кровополитная битва. Симон выживала, но цена была высока. Ученики валькиры решили уйти, потому что желали нести другим только знания и красоту, а не боли и страдания. И однажды город исчез. Говорят, изгнанные оставили после себя детей от своих отношений с людьми чистую кровь. Нецефор, кто не формал? Все еще работаю в своем монастыре. Я стараюсь подготовить почву для выращивания лекарственных другов видов растений. И это возможно в своих монастырях. Почва здесь крайне бесплодная, а последние годы здесь в основном росли сорняки. Однако, недавно у нас появилась идея удобрить почву пометом овцы. И это сработало. Похоже, что да, качество почвы значительно улучшилось. Но настоящим воспитанием будет засеять в нем семена. Не легче было бы прогуляться в округе? Ты должно быть шутишь, мастер Пиракарзо по темному ходить за священности на монастыре. И я рад этому, ибо окрестностей в последнее время стали опасны для сук и носа. Естественно, совсем приходится разбираться лично, потому что другие не хотят пачкать свои руки. По твоему виду, я бы сказал, что тебе это не очень-то и нравится. А какой я должен иметь вид? Работать в саду хорошо, но иногда мне тоже требуется помощь. Выше нос может порвано вышлить тебе помощника, если бы этот помет ужасно воняет. Гиппалит. Как здоровье, Гиппалит? Мы знакомы, молодой человек. Хотя здесь в Сильдоне я знаю много молодых людей, да. Мы не в Сильдоне, в монастыре. Пахать? Здесь никто не пашет, это же город. Да, конечно, в всяком случае я рад, что ты был получен добраться до монастыря. Запаха? Я не чувствую здесь никакого запаха. Наверное, ты прав. Надеюсь, ходу монастырских стен принесет тебе облегчение. Веревок? Я не продаю никаких веревок. Но что ты продаешь ведь? Ты так думаешь? Покажи мне свои товары. Да-да, ты обязательно найдешь что-то для себя. Врачон какой-то поехавший. Подожди, незнакомец. Незнакомец, мы же только что разговаривали. Это невозможно, молодой человек, я знаю Сильдоне всех. Например, я помню... У тебя ко мне дело? Готовишь раствор? Я пока строить ничего не собираюсь, насколько я помню. Я тоже на это не надеюсь. Солнце греет, по-моему, здесь довольно прохладно. О чем, собственно, я? Ах да, принеси мне один такой свиток. Свиток? Ты не говоришь, что тебе нужен какой-то свиток? У вас очень плохая память, молодой человек. Да тебе следует обратиться к целителю с этой проблемой. Я сделаю это сразу, как только принесу тебе свиток. Какой именно? Это свиток превращения в овцу. Как ты помнишь, я много лет работал. Мне кажется, у тебя всегда были в продаже такие свитки. У вас трое, но я вижу одного. Что-то у меня со временем ухудшего зрения, если бы ты знал хорошего целителя. Кроме свитка тебе что-нибудь еще нужно? Лучше будет, если буду знать заранее. Да, молодой человек, еще шкура волка. Точно волка. Я не говорю, что несколько, одной будет достаточной. Хорошо. Ебанко, блин. Ощущение в овцу. У меня твой свиток и шкура. Да, зачем? Я ничего не покупаю. Ты заказывал тебе предметы для научных исследований. Правда, я занимаюсь научными исследованиями? Говорят, ты хочешь призвать овец. Я сбил тебя с толку. Хотя, знаешь, я помню эту некую Клементину. Я немного тороплюсь. Разве наша встреча тебя не радует? Постой, ты тот молодой человек, который помогает мне в моих исследованиях. Да, конечно. У тебя есть то, что я просил тебя принести? Естественно, получить эти вещи было очень сложно. Мои эксперименты скучны? Ты сам увидишь, а дай мне то, что ты принес. Пожалуйста. Очень хорошо тебе. Очень хорошо. Хорошо. Что теперь? На что усталился молодой человек? Разве мы вообще знакомы? Думаю, да. Ты, наверное, сын... Полюшняка Эвремента Сильдана? Скорее всего, нет. Знаешь, мой мальчик, в этом никогда нельзя быть до конца уверенным. О чем это я? Ага, пришло время материализовать гениальность моего разума. Мы берем свиток превращения в овцу, обертываем его волчьей шкурой и поливаем молоком. При чем тут молоко? Я разыгорю тебе уходить. Прямо за воротами Сильдана есть такая служайка. Вот. Иди, проверь, как работает свиток. Сумасшедший. Ну, пометла. Целестин. Как продвигается работа? Все в порядке, господи. Мне не на что жаловаться. Другие послушники хорошо относятся к тебе. Да, господин, здесь все добры ко мне. Ну, может, кроме Эмилиана. Он не проявляет никому симпатии. Ты хочешь стать будущим магом огня? Я не смею думать об этом. Просто хочу хорошо принять свои обязанности. Откуда ты? Я не хочу говорить об этом. Ты следишь за чего-то? Нет, господин, у меня есть еще столько дел. Другие послушники наверняка помогут тебе. Стоит только попросить их об этом. Я не хочу никого беспокоить. Мастер права получил мне лично эту работу. Тебе не нравится говорить о себе, да? Я? Нет. Может, я могу тебе чем-то помочь? Не нужно, господин. Я просто хочу понять свою работу. Ты не шибко разговорчив, послушник. Я? Нет. Извини, господин. Нет проблем. Не каждому суждено быть оратором. Важно, что ты посвящаешь себя работе. Нет, я больше не буду тебя беспокоить. Удачи в работе. Спасибо, господин. Пусть Инна позаботится о тебе. Ну и как дела в монстре? Послушники хорошо работают? Да, все в порядке. Тебя что-то беспокоит, настоятель? Это не твоя забота, когда в моем сердце пустота и боль. У тебя еще столько забот. Давай же, открой душ. Разговор может успокоить любую рану. Я потерял свою магическую силу вместе с ней и уважение, и достоинство. Как не смотреть в глаза послушникам и говорить им, что когда-то наступит день, и один из них займет мое место? Не переживай, все будет хорошо. Иннас не покидает своих жильцов. У тебя есть миссия, которую нужно выполнить. И ей я тоже пожертвовал. Возможно, научить молодых поколений настоящий дар. Благодарю. Могу я получить доступ в библиотеке и монастыря? Да, конечно. Братья продолжают проводить там свои исследования. Уверен, они захотят поговорить с тобой. Пополос. А ты все еще следишь за овцами. В последнее время эти животные стали одним из наших основных источников пищи. Чем больше времени проходит, тем больше опустошается наш склад и запас, сохраняющийся в нем. Когда у нас закончится еда, только разведение овец позволит нам выжить. Поэтому ты сторожишь их днем и ночью. Отцы по своей природе не ночные животные. После захода солнца они ложатся спать. Поскольку стены монастыря обеспечивают нам безопасность, мне нужно беспокоиться о том, что одна из них где-то погибнет. Поэтому по ночам передаюсь другим интересам. Что же делает наш послушник, когда остальные уже спят? Мастер Парвана, казавами чести, предложил ключ от библиотеки. Поэтому в свободное время изучая записи магов огня, шерства и знаний, почитав плейбоя. Знания и навыков много не бывает, и не открыв для себя еще ничего интересного. Не так давно мое внимание привлекли к записи об испытании огнем. Но я боюсь, что столь опасные времена это стало бы верной смерти. Страх подавил возможность получения почетного звания мага огня. Говорят, что только один кандидат из многих может пережить такое испытание. Я буду терпеливо ждать развития событий, но если Иннос этого захочет, я немедленно подчинюсь его воле. Думаю, ты был бы хорошим магом огня. Только что станет с овцами. Еще не время об этом думать. Да пребудет с тобой Иннос. Так говорится, что ты сами. Будет разные снижения. Это ничего не изменит. Эминем? О! Эмилиан. Ах, ща погоди. Почему ты не работаешь, как остальные послушники? Я был рожден для более высоких целей, чем расхаживать с метвой. Ни у кого нет насчет тебя претензий? Меня не интересуют меня ни других братьев, ведь маги скоро попросят меня стать одним из них. Что-то мне сложно в это поверить. Кто ты такой, чтобы сомневаться в моих словах? Я сам лучше всех знаю, что достойно уважения и всех почести. Ты ужасный, самовлюбленный хвостун. Парлану стало бы интересно узнать, как... Спокойно, парень. Мое время еще не пришло. Скоро ты сам будешься в моей правоте. Да-да, возвращайся к работе или расскажи, кому надо, какой ты лентяй. Ты меня не напугаешь. А теперь проваливай. А то я пожалую, что ты мешаешь мне молиться. Я постараюсь тереть эту хмыку с твоего лица. Я не терплю людей, чтобы превозносить себя выше других. Говори, пока можешь. Как только я стану почтенным магом, ты будешь в лучшем случае чистить мои ботинки. Этому не бывать, а скоро вернусь, может быть, уверен в этом. Я перережу тебе твое горло. Бартос Вар... Бартос Варанский? Бартос Варанский. Почему я не удивлен? Потому что мы оба боремся со злом и тьмой хотят одно и то же. Хотя ты чуть не проиграл свою битву. Поэтому я и вернулся. И поэтому я здесь, несмотря на то, что меня сопровождает ненавистный взгляд Серпентенса. Это может показаться странным, но я не верю, что маги огня сами победят силы тьмы на острове. Под маской гордыния прячет слабость. Без них ты не победишь, но следуя только с ними, у тебя тоже нет шансов. Осмотрись по кругу, а затем и унесся к нашему разговору. Можешь ли ты меня чему-нибудь научить? Например, как увеличить запас магической энергии? Здесь есть тот, кто наиболее силен в этой области знаний. Это пирокар. Но зато у меня есть для тебя черная руда. Как тебе известно, магия огня ей... С тобой не поделится, а кто знает, где она может оказаться полезной. Не упоминай об этом подарке магам в монастыре. На всякий случай. Си ми ру лин. Мордук. Силам тьмы нанесет значительный ущерб. Нет, ни в коем разе баланс между добром и злом остался неизменным. Как это возможно? Ведь главный храм Белиера... Да, падение чертов Кирдерата склонило чашу весов в пользу добра. Но вскоре армия темного повелителя поработила остров и склонила чашу весов на сторону зла, вернув прежний распад сил. Возможно ли избавиться от тьмы раз и навсегда? Пока Инос и Белиер спорят друг с другом, баланс в этом вопросе не будет баланса. Наша задача, а именно магов огня и палагинов, выполнять волю Иноса, чтобы добро наконец восторжествовало над злом. Я желаю вам этого. Впрочем, моя цель такая же, восстановить мир в этих краях. Пусть с тобой будет милости на соизбранный. Удачи. Верен Декава. Ой. О, Миллениус. Посвященный. Да, суды богов неисповедимы. Верен, но ты же не хочешь сказать мне, что ты собираешься противостоять тирании темного ордена? Я не только собираюсь, но и покончу с ним. Ничто больше не скажется мне невозможным. Хорошо, что ты на нашей стороне. Мне кажется. Где Сержио? Брат Сержио погиб рядом с проходом, когда сопровождал меня в монастырь. Игон достигла коварного стрела лучника, который не осмелился сразиться с ним в открытом бою. Пусть Инос упакует его душу. А зачем ты прибыл, пришел в монастырь? Насколько я знаю, ты должен был отплыть на корабле с вордом Хагеном. Инквизитор не подчиняется приказам даже ворда Хагена. Я посчитал его решение ошибочным. Все это договоренно с орками и темным орденом необдуманно. Как инквизитор ответственный перед советом, мне необходимо узнать, как сложатся дальнейшие события. Я знаю, что ты тоже причастен к произошедшему, но сейчас не время это обсуждать. Я сказал, что сейчас не время ворошить прошлое. Теперь мы должны вместе победить зло. Какую помощь ты ждешь от меня? В Харинисе наверняка есть и другие паладины. Ты должен их всех отыскать и привезти сюда, в монастырь. Защита монастыря Иннаса наша главная задача. А если они не захотят меня слушать, тогда ты напомнишь им о правиле. Всегда верен. Они поймут, от чего им не ты говоришь, и подчиняются приказам. Дороги стали еще опаснее, и некоторые, скорее всего, сейчас спрячутся. Как мне их сюда привезти? Поговори об этом с Хигласом, он изложит тебе подробности плана. Еще одно. Все задания, которые им были поручены, отменяются. Они переходят под мое командование. Уже на руках монастыря. Да вы что? Уже на новомокс оторудовать. Фореста. Гамп. Снова на преграждение быть я опасному врагу? Я бы очень этого хотел, однако реально совсем иная. Пиракар приказал мне всем магам оставаться в монастыре до тех пор, пока ситуация снаружи не улучшится. Последние дни я много времени посвящаюсь молитвам. Инна спасла мне видение, в котором в скором времени меня ожидала серьезная миссия, которая, возможно, даже важнее самого выслеживания предводителя, ищущих на острове. До меня нашли сути, что твоя последняя экспедиция не полностью увенчалась успехом. Я не хочу возвращаться к этому. Иногда твои ближайшие союзники оказываются самыми заклятыми врагами. Не падай духом избранным. В монастыре ты всегда найдешь отдых и поддержку. Это поддержками сейчас необходимо больше всего. Я буду молиться за тебя. За себя помолись. И пришел я в такой монастырь. Я тут как бы всем буду насрать. Дуриан. Дуриан. Как твое здоровье? Спасибо, я не жалуюсь. Ты, наверное, этого не знаешь, но у меня были кое-какие проблемы. Однако, в связи с этой ужасной ситуацией, мне удалось вымолить прощение у магов. Я получил второй шанс от судьбы, и я не собираюсь его выпускать на этот раз. Что ты будешь делать сейчас? Я буду работать, работать и благодарить Иннаса за великое помилование, которое он оказал мне. Достопочтенные маги по-прежнему довольны строги со мной. Но скоро они обнаружат, что хорошо поступили, позволив мне вернуться. Хвала Иннасу, который спас меня от несчастного скитания и смерти. Я рад, что ты в порядке, я больше не буду тебя беспокоить. Спасибо за добрые слова. Мне еще предстоит очистить часовню для мастера Мардука, после чего я совершу богосударственную молитву Иннасу. Да, истина вера приходит к нам только тогда, когда мы обжигаемся на собственном бессилии. Ты что-то еще сказал? Ах, ничего такого, послушник, желаю тебе счастья в жизни. Спасибо, надеюсь, Иннас будет так же добр к тебе, как и ко мне. Это настоящее счастье. Смотри, не поскользнись. Мне никогда не... Да, я в курсе, что тебе никогда не открыть это, а? Но ты можешь украсть ключ. Как идет торговля с внешним миром? Проблемы, одни проблемы. С тех пор, как город был оккупирован темным орденом, продажа вина значительно сократилась. А Орлан не покупает ваше вино? Если бы не он, наше положение было бы в плачевном состоянии. Я уйденал тому, что кто-то еще посещает, наверное, в подобное время. Кажется, все еще не так и плохо. Не так плохо, связь с городскими торговцами была полностью потеряна. Бароны прибегают ко всему, чтобы опустошить наше хранилище. И после этого ты тоже скажешь, что все не так и плохо? Постарайся успокоиться, зная, это тяжело для тебя. Почему бароны хотят вашего провала? Урой, я просто теряю до речи, когда беседую с тобой. Подумай, мы последний опот верховенства закона на острове. Они просто ждут, когда мы ставим священные стены, чтобы убить нас всех. Не волнуйся, вы не умрете с голоду, а позабочитесь об этом, будь здоров. Для меня найдется уголок монастыря. С правой стороны есть пустая комната. Пожалуйста, вот ключ внутри найдет все, что нужно. Если тебе потребуется попасть, ты можешь обратиться ко мне. Покажи мне, что у тебя есть. Не делай все. Да хрена, чай есть. Украсил ключ довольно трудно. Леонард. Он нужный человек в нужном месте. Что б тебе, я делал то, что мне нравится. Пьешь пиво? Я наконец-то успокоился, помогая с вашим экспериментом. Ты смешиваешь алкоголь с вином? Да ладно тебе, это старая история. Как идет производство вина? Привет, мой спаситель. Благодаря книге, принесенной тобой в прошлый раз, я вырос в глазах мастера Горокса. Новый рецепт лично себя зарекомендовал в наших монастырских условиях. Я стал личным советником мага по производству этого напитка. Я рад, что смог помочь тебе. Значит, все идет хорошо? Не до конца сейчас мы страдаем от острой нехватки винограда. Маклифорд сможет рассказать тебе больше о ситуации с припасами. Именно по этой причине мы не можем раскрыть весь потенциал нашей винодельни. Но, с другой стороны, из-за всей этой суеты на острове число клиентов уменьшилось. Горокс должно быть ужасно разочарован этим. Думаю, тебе лучше с ним лично переговорить на эту тему. А тебя самого ничего не беспокоит? Пока у меня в руках найдена тобой книга, мне не приходится страдать от нехватки идей. Однако, попрошу тебя и в дальнейшем сохранить тайну в этом вопросе. Не беспокойся тематика книги с тенцией нашей тайны. До свидания, что все привлекли, полученные благодаря ей. Еще раз большое спасибо за помощь. Приходи попозже, я угощу тебе этим прекрасным вином. Только ни слова мастеру Гороксу. Разумеется, не забуду посетить тебя в свободное время. Постой, у меня к тебе доделал охранитель тайны. Правда, чем я могу помочь тебе на этот раз? Мастер Горокс каждым днем все больше и больше жалуется на нехватку клиентов на наши вина. А в такой атмосфере трудно работать. Не сомневаюсь, ты хочешь, чтобы я поговорил с ним? Нет, дело не в этом. Я знаю, что ответственность за финансы настояет жить на его плечах. И в этом положении он уходит по тонкому льду. Я хотел бы заполучить новый рецепт вина, и мне известно, что ты много где путешествуешь. Новый рецепт, разные книги, что я тебе недавно принес, недостаточно? Достаточно-достаточно, но покупают это вина обычно только простые жители. Я же мечтаю о клиентах из верхнего квартала. Темный орден никогда этого не допустит. Хорошего напитка всегда бывает слишком много, и в конце концов мы же ведь можем просто найти для этого посредника. Ты все отлично придумал, сейчас ты ищешь того, кто сделает грязную работу за тебя. Если все придет по моему плану, я подарю тебе какой-нибудь магический свиток, это окупит твои труды. Что-то не верится, что ты делаешь все это бескорыстно. Поддержка Горокса может приблизить меня к повышению. Значит, ты решил умаслить. Да, хорошо, это так, но вернемся к делу, тебе это интересно? Почему бы у меня-то, однако я понятия не имею, где искать новый рецепт. У нас появился торговец из Далены Предков. Поговариваешь, что это какой-то сумасшедший исследователь, даже высшему совету не удалось с ним договориться. Может тебе стоит поговорить с ним? Я кажется знаю, о ком ты говоришь. Вот я не знаю, я в предыдущей части не играл. Субтитры сделал DimaTorzok